Здравствуйте, друзья! С вами Павел Лебедев, и в этом видео я расскажу вам 8 крутейших лайфхаков, как сделать так, чтобы ваши письма были понятнее, чтобы вы писали их быстрее, и чтобы те люди, которые их получали, быстрее соглашались делать то, что вам от них так нужно. Поэтому смотрите это видео до конца, ставьте лайки, если это будет полезно, поделитесь с теми, кто пишет это письмо плохо, и не забудьте подписаться на канал и поставить «дзвинь-двинь», потому что тогда вы сможете точно не пропустить новые видосы. В общем, не задерживай его, погнали! В Outlook, когда вы получаете письмо, есть возможность его отредактировать. Все, которое получено от другого человека, то есть вы его получаете. Мы такое делали, когда нам нужно было структурировать поток писем от заказчиков. Они у нас все начинались с номера задачи, с ID, ну вот как раз в Касперском. И это было очень неудобно, ты получаешь кучу писем, и они непонятно по какой задаче. Мы после этого, получая письма, сразу ставили номер ID в теме письма, и все, и сохраняли. После этого искали по этому ID. То есть если вам не нравится слово «срочно», отредактируйте это письмо и уберите слово «срочно». Будет комфортнее. А потом отправляете ответы, и уже там не срочно. В общем, если не ответили, это часто бывает, и иногда бывает у тех людей, у которых просто бардак в почте. Вот, когда я помогал ребятам в Касперском с организацией почты, я заметил, что в принципе не у многих людей прям все идеально. И им реально сложно. То есть у тебя во входящих где-то тысячи, полторы тысячи писем, из них около 20-30 неотвеченных, потому что они как задачи у тебя висят. Это если в аутлуке еще к тому же. Вот, и получается, что неудобно с этим пользоваться. Поэтому если человек не ответил, то я вежливо напоминаю до тех пор, пока он не ответит. Я говорю, возможно, вы потеряли это письмо, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Дублирую еще раз письмо. И так дальше. Сколько раз? Сколько раз? Пока не ответили. Ну вот, чтобы встретиться с ребятами здесь, у меня ушло полгода. Вот так вот напоминать. Ну просто то командировка, то еще что-то и так далее. И просто нужно как бы спокойно относиться к этому, принимая то, что люди могут находиться в состоянии дефицита мысли топлива. У них может быть другие дела. Их и так разрывают между всеми вещами. И просто понимая то, что им тяжело. И я уже просто стараюсь сделать так, чтобы от каждого письма они не думали, ааа, опять этот. Вот, а просто они посмотрели, о, ладно, хорошо, все в порядке, нормально, сейчас не можем. Вот, и так далее. Еще можно? Да. С какой частотой? Ну, то есть, допустим. Ну, где-то раз. Ну, как мне человек скажет? То есть, бывает такое, человек говорит, что, слушайте, я сейчас в командировку. Это уже немножко про технологии продаж, но суть в следующем. Вот наша задача. Мы находимся здесь. Вы можете от человека получить либо да, либо нет. Если неизвестность получается, то мы возвращаемся то, с чего начали. И вот это вот возвращение на то, с чего начали, оно сильно отнимает много энергии. И прям раздражает, когда мы не получаем определенный ответ, что делать, хорошо или плохо. Так вот, ключевая задача здесь. Понять да, нет или еще когда. То есть, мы ставим следующую цель, когда мы с тобой встретимся, пишемся, перепишемся. Вот. Потому что бывает такое, что у человека там, например, не вышел руководитель, который должен согласовать какие-то вопросы. Мы спрашиваем, хорошо, когда удобно, чтобы я тебе написал? Напиши, пожалуйста. А даже чтобы не тратить его мысль топлива, мы говорим так. Удобно, что я тебе напишу через неделю по этому же самому вопросу? Он говорит, да, нормально, пиши. Или он говорит, нет, давай лучше через две недели. Хорошо, у нас уже есть дата, когда. После этого мы пишем, привет, ты просил написать через две недели. Сейчас удобно обсудить этот вопрос? Еще можно позвонить ему вдогонку и спросить, все ли нормально. Понятно, да? Когда у нас есть да, когда у нас есть нет или у нас есть когда, это хорошо. Хуже всего, когда у нас есть неопределенность. И человек говорит, слушайте, я подумаю. Вот это прям, оно вытягивает из вас энергию, оно не дает вам возможности продвинуть этот проект дальше. Один вопрос. Если два получателя важных, как мы обращаемся? Если два получателя важных, как мы обращаемся? Там субординация и... Лучше я бы написал так. Алексей и Александр. Добрый день. Это письмо. А? А если их пять? А если их пять, тогда уж никак. Тогда добрый день. Но главное не коллеги. Вот у меня только один вопрос по поводу определения текста. Да. Мне это очень неоднозначно, потому что я как раз писем много пишу, что я вообще-то в идеале люблю, в том числе желтым важно, как вы показываете. Как выяснилось, некоторых это очень сильно раздражает. Да. То есть люди как бы, они говорят, ну, кто-то нас как дебилов воспринимает, но пытается показать, что вот это важно, а все остальное не важно. То ли вообще непонятно, зачем вы так много пишете, если все равно важно вот в этой желтой строчке. С этим как бороться? Не надо бороться с этим, придется с этим жить, да, что некоторых людей это может немножко раздражать, если там много выделено желтым. Надо смотреть на конкретное письмо, ну, я скажу, нормально это или нет, по крайней мере, с моей точки зрения. Но в Центробанке люди начали писать так ничего, вот, в других компаниях тоже начали и тоже в порядке. Но суть в чем, что если вы понимаете, что выделив ключевую мысль, вот эту царь-цифру, желтым и черным, вы помогаете человеку сократить, сэкономить мысли топлива и сделать так, чтобы он это прочитал даже в состоянии зомби, когда он вот уже в пятницу вечером выходит с работы, ну, так это же хорошо. Я писал письмо, например, в понедельник, человек открывает его в среду. Ага. Да, и понимает, что ему в четверг надо ответить, но мне, наверное, было во вторник. Тогда нужно было отправить ему письмо, позвонить, сказать, открой письмо, мне нужно, потому что очень нужно. Да, чтобы человек, ну, он в дефиците мысли топлива, у него поток писем огромный, он, почта, это не мессенджер. У меня есть партнеры в Владивостоке, я напишу в вечер письмо, во-первых, у них наступает уже там следующий день, и для них завтра, это следующее завтра. Так ты напиши завтра в четверг. Тогда в теме письма нужно написать, откройте, пожалуйста, до 12.00 сегодня. Или письмо, и в теме письма... Хорошо, тогда дедлайн, такое-то число, такое-то время. Начните с этого. Если вам важно, чтобы письмо открыли, сразу донесите до них, что это прям не просто срочно, а до какого числа. То есть срочно-то что означает? Что у нас есть крайний срок, когда нужно что-то сделать. В принципе, все у нас срочно, потому что у всего практически есть крайний срок. Вот, просто нужно обозначить, когда этот крайний срок. И это поможет. Ну а, блин, кроме как звонить, если у вас человек под боком, но другого варианта я особо не вижу. Нужно все-таки звонить, если вам срочно. Есть такие категории людей, которые называются директологи, трафикологи, которые занимаются трафиком на Яндекс.Директе и так далее. Есть объявление, там, пластиковые окна купить на Яндексе, да? Так вот, они увидели, что в три раза увеличивается эффективность этих объявлений, когда в конце приписывается слово. Жми, кликай, жмите. Офигеть, в три раза. Хотите увеличить эффективность ваших писем в три раза? Напишите в конце призыв к действию, прочитай письмо до конца. Когда мы пишем письма, мы всегда ставим задачу или призываем человека что-то, либо вывод наш принять, либо какое-то решение сделать, да? Либо действие. Так вот, мы сейчас расскажем про то, как ставить задачи. Работают техники Дорофеева, если кто его знает, да? Да, у него очень хорошо сказано. Я чуть-чуть еще дополнил. Как писать призывы к действию в письмах? Нам нужно написать ответ на вопрос, что надо делать. Начать с глагола. И это должно быть первый, самый-самый-самый первый микрошаг. И есть измеримый признак того, что человек это сделал. Итак, ребята, мы посмотрели с вами 8 крутых лайфхаков. Если вам это было полезно, не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, какие еще вы используете фишки, приемы и техники для того, чтобы ваши email-письма стали более понятными и наглядными для других людей. Ну, а с вами был Павел Лебедев. До скорой встречи в следующем видео и хорошего вам дня. Пока-пока.